После этого, знаете, смотришь на всякие Шанели и Диоры и так прям... Всем привет! Наконец-то свершилось, и мы, ручки загребущие, добрались до бренда Luxe Visage. Очень многие запрашивали этот бренд, и вот сегодня мы с вами его будем разбирать и делать видео в стиле «лучшее-худшее», потому что я очень много чего набрала, и вот вам такой спойлер по классике жанра, здесь есть продукты, которые вот реально, знаете, взрыв мозга, просто обалденные. Всё, как всегда, буду демонстрировать вам в макияже, полный макияж лица у меня сейчас сделан косметикой Luxe Visage, и перед тем, как мы приступим к этой части видео, хочу вам ещё один момент заспойлерить. В этом видео, может быть, вас ждёт конкурс, ну, я не уверена, это нужно досмотреть до конца видео, тогда станет точно понятно. А сейчас давайте приступать к макияжу. И начнём мы с вами, наверное, с самого проблемного сегмента белорусской косметики в целом, и это тени. Хотя не сказать, что тени у них плохого качества, вот действительно, что обидно. Качество белорусских теней действительно очень достойное, особенно если учитывать стоимость, то оно просто обалденное. Но в то же время вот такие вот форматы, мне кажется, немножко уже устарели. И хочется, конечно, в белорусской косметике увидеть какие-то палетки теней более современного формата. Называется эта палетка Glam Look. И я себе взяла конкретно палетку номер один. Мне показалось, что тут нейтральные такие матовые оттенки, но навеки они выглядят достаточно холодными. И, кстати, это не единственное, что мы сегодня будем использовать, потому что было у меня такое впечатление, что не будет это хитом программы. Поэтому я об этом позаботилась. И взяла еще два оттенка жидких металлических теней от Luxe Visage. Называется это дело Liquid Metal Hype Eyeshadow. И я взяла тон 1 и тон 2. Оба эти оттенка мне очень понравились. Тон 1 это очень-очень бледное золото. Настолько бледное, что если очень тоненько растушевать навеки этот оттенок, он даже граничит с таким каким-то серебристым оттенком. Но мне нравится. Очень красивый такой повседневный оттенок. Ну и вторая классика это такой светло-розовый тоже оттенок. Вот эти тени мне очень сильно понравились. Мне кажется, их можно зачислить к хитам этого бренда. Причем они выглядят не излишне металлическими. Это такой взрослый металлик, если можно так выразиться. То есть, в принципе, и для возрастного макияжа вполне тоже может подойти. Потому что создается какое-то более деликатное металлическое свечение навеки. Эники, беники или вареники. Наверное, вот этот. В сегодняшнем макияже я буду использовать оттенок номер один. Но нравятся они мне оба одинаково. Двойку я тоже очень часто использую. Я вот буквально недавно с розовым оттенком делала такой повседневный макияж. Мне очень нравится, как это выглядит. Не броско, но в то же время все, что нужно, подчеркнуто. Эти тени, кстати, легко наносятся и поверх уже закрепленной базы. Вот я, например, сегодня использовала консилер и тоже наносила обычные сухие тени. И в то же время все нормально наносится, никаких конфликтов. И можно, кстати, нанести вот так вот непосредственно аппликатором. И растушевать кистью только края. И тогда тени будут выглядеть более насыщенными. А можно взять вот так вот пальцем пройтись. И по краям, и по самим теням тоже. И тогда это все растушевывается в более такой деликатный эффект. Как видите, здесь гораздо более деликатно, а здесь гораздо более насыщенно получается. Сейчас воспользуюсь вот этим вот оттенком для того, чтобы растушевать этот металлик с тем, что у меня уже нанесено. А потом еще нанесу самый темный оттенок тоже в складку. Соответственно, затемню тоже немного складку и внешний уголок глаза. И будем с вами уже переходить к следующему шагу. Для обычного дня я бы так и оставила, накрасила бы только ресницы. Но так как я снимаю видео, мне хочется какой-то акцент поставить. И этот акцент мы с вами будем делать с помощью жидкой подводки от Luxe Visage, которая называется Perfect Color. Это подводка фломастер для глаз. И, кстати говоря, я не хотела брать черную подводку, потому что черных подводок у меня вот так вот. А коричневая у меня только от NYX. И мне хотелось попробовать найти какой-то более бюджетный аналог подводки от NYX. Здесь обычный фетровый аппликатор. Конечно, если бы здесь был ворсовый аппликатор, мне бы это понравилось гораздо больше. Потому что проблема всех вот таких вот подводок в том, что фетровый аппликатор, особенно поверх теней, когда рисуешь, очень быстро пересыхает. И вот конкретно у этой подводки есть такая проблема, когда рисуешь достаточно большие стрелки, да даже в принципе средние, он начинает подсыхать уже в процессе того, как вы наносите эти стрелки. И, конечно, этот момент немножко раздражает, потому что нужно постоянно встряхивать этот фломастер и каким-то образом пытаться пропитать кончик подводки для того, чтобы закончить хотя бы макияж. Как видите, с помощью этой подводки стрелки нарисовать можно, но процесс этот все-таки не такой ровный, беспроблемный. Если хотите действительно классную подводку, коричневую, возьмите подводку от NYX Epic Ink Liner. Она стоит гораздо дороже, чем вот эта, она и дольше прослужит, и она гораздо лучшего качества. Что мне нравится в этой подводке от Luxe Visage, это, во-первых, оттенки, потому что есть не только черный, но и коричневый. Причем этот коричневый, я считаю, обалденный. Это не рыжий цвет, а именно такой темно-коричневый, и когда вы делаете мягкий макияж, даже повседневный, черная подводка выглядит очень жестко. И вот найти бюджетную, классную подводку именно вот такого цвета очень сложно. Ну и также стойкость у нее отличная, когда вы уже нанесли, все, она уже никуда не денется. А теперь откровенно провальный продукт этого бренда. Вот не могу найти ни одного позитивного эпитета для того, чтобы описать этот консилер. Придает сияние, корректирует, осветляет. Вот не придает ни сияние, не корректирует, не осветляет, ничего не делает этот консилер. Я взяла себе оттенок номер один. Для меня это полупрозрачная водичка. И если все ругают консилеры от YSL, тушекла, говоря, что они ничего не делают, то вот тушекла по сравнению с вот этим просто супер замазка и шпаклевка. Потому что вот это чуть подкрашенная в телесный оттенок водичка полупрозрачная, которая на самом деле вот вообще абсолютно ничего не перекрывает. Даже если у вас идеальная зона под глазами, я не знаю, вам там 20 лет и у вас идеальная кожа, вот даже в таком случае я не рекомендую использовать этот консилер. Потому что, ну вот все, он просто исчез, его нет на лице, он ничего по себе не оставил. И заметьте, что я растушевываю его сейчас пальцем, потому что если я в руки возьму спонж и растушую это все дело спонжем, то спонж это вообще впитает как воду и вот просто абсолютно ничего не оставит на лице. Просто вот какое-то ощущение, что что-то как бы есть, какое-то влажное ощущение в этой зоне я чувствую, но в то же время покрытие абсолютно нулевое. Опять-таки, мой вам совет, если хотите консилер, лучше возьмите, например, тот же NYX Can't Stop, Won't Stop. И, кстати, на парфюм с ЮА на него супер-мега скидка, он стоит совершенно недорого, поэтому лучше купить вот это. Вы чуть-чуть больше, конечно, заплатите, чем за люкс визаж, но вот этого и на дольше хватит, и качество, конечно, гораздо лучше. Перекрывает круто, мне кажется, практически с любыми проблемами справится. И также очень красиво выравнивает эту зону, сглаживает прям как фотошоп. Тушь я уже нанесла, использовала люкс визаж. И конкретно вот это у меня называется XXL, супер объем эффект накладных ресниц. Что могу сказать вам по поводу этой туши? Это классная тушь для классных ресниц. Если у вас хорошие ресницы сами по себе, вот я уверена, она вам очень понравится. Она очень красиво разделяет, не наляпывает тушь, красиво добавляет объем. Но вот чего мне не хватило, это чтобы она еще немножко вытянула мне длину, потому что у меня создается такое ощущение, что она на кончике как-то очень тоненько наносится. То есть по объему и по середине длины она красиво, классно ложится. А вот на самые-самые кончики чуть-чуть буквально мне не хватает. Но в то же время, когда я ее только получила, только открыла, она вела себя гораздо хуже. Дайте ей недельку подсохнуть, и я уверена, она вас еще больше впечатлит. Вот чем больше она подсыхает, тем больше она мне нравится. Самая-самая лучшая тушь, вообще в принципе, вот самая лучшая тушь, точка. Эта тушь тоже белорусская, но от бренда Belor Design, называется Podium HD High Dimension. В любом случае, все, что я рекомендую как альтернативу, я тоже оставлю вам ссылками в описании. Так что заглядывайте в описании, там и все названия, и все оттенки я всегда прописываю, и ссылки всегда оставляю. Поэтому не игнорируйте описание под видео. Так вот, вот эту тушь я уже заказала повторно. Это мой второй тюбик, обожаю ее просто. Для таких ресниц, как у меня, каратюськи, невзрачуськи такие. Вот это классная тушь, и объем, и длина, и разделение, и все сразу, и очень удобная щеточка. Вот просто действительно потрясающая тушь. Еще и стоит копейки, потому что это белорусская косметика. А теперь я хочу обратить ваше внимание на самый большой хит бренда Luxe Visage. Я бы даже сказала, что это огромный хит. Это их CC-крем. Я взяла себе оттенок номер один, который называется Nude. Здесь написано, что это программа антистресс, формула коррекции цвета. И также здесь SPF защита от UVA и UVB лучей. Правда, единственное, уровень SPF не указан. Самая главная характеристика его, которую я хочу отметить, это то, что он максимально натурально выглядит на лице. Вот реально такое впечатление, что он корректирует недостатки, то есть выравнивает общий тон лица, даже что-то мелкое перекрывает. Но в то же время он как будто впитывается в кожу как крем. То есть абсолютно никакого сверху слоя нет. Никакой ни маски, ни пленки, ни припудренного эффекта. Лицо выглядит максимально натурально, но при этом гораздо красивее, чем без тона. Ну вот реально после нанесения лицо светится как будто новой жизнью. Потрясающе просто выглядит этот тон на лице. Причем знаете, какая у него еще фишка? Вот сразу после нанесения я смотрю в зеркало и я вижу вот как бы что что-то нанесено на лицо. Но стоит ему дать, не знаю, полчаса-час, и вот он действительно как будто впитывается кожей. Она как будто так берет и так это все впитало. И вот просто осталась ваша собственная кожа, но при этом гораздо красивее. Как мне кажется, это средство идеально подходит для нормальной, склонной к сухости, сухой кожи. Не знаю, как поведет себя с жирной кожей. Вот если вы пользовались и у вас жирная кожа, обязательно напишите ваши впечатления от этого сиси-крема. Что еще мне в нем нравится? Оттенок очень хороший. Не знаю, подошла бы мне двойка, единичка может быть на волосину светлее, чем мне нужно. Но в то же время есть такое подозрение, что двойка может быть перебором. Но тем не менее, вот в финальном нанесении нет ощущения, что я стала привидением. Стойкость тоже абсолютно потрясающая. Что в начале дня, что в конце дня лицо выглядит абсолютно одинаково. Причем вот эта вот фишка того, что как будто он впитывается в лицо, вот сохраняет всю эту натуральность на протяжении всего дня. И нет такого ощущения, как знаете, с более плотными тонами, например, где-то там подтирается в районе носа, например. Или бывает, начинает сильнее блестеть в каких-то зонах. Вот здесь, мне кажется, вот как было, так и осталось. Единственный минус, который я вообще могу придумать, и то он уже, знаете, притянут за уши. Это средство, возможно, не самый лучший выбор для каких-то более насыщенных макияжей, вечерних макияжей. Потому что его все-таки более сильная сторона, как мне кажется, это дневной повседневный макияж. А на вечер уже можно нанести что-то более выравнивающее, что-то более выглаживающее, возможно, общую текстуру. Ну и что-то более плотное в то же время, потому что при вечернем освещении это не настолько бросается в глаза, как при дневном. Очередь хайлайтера. И здесь я вам тоже покажу классный продукт. Это жидкий хайлайтер. Называется он Liquid Luminizer Glow Touch. Оттеночек я себе взяла 102, и это оттенок, знаете, такой же, как мы наносили на глаза с вами. То есть такое светлое-светлое золото. Я бы сказала, что это такая классика жанра оттенок шампанского. Наношу я вот так непосредственно аппликатором, и потом растушевываю пальцем. Можно растушевать спонжем, тогда эффект будет менее выраженным, а пальцем получается, как мне кажется, то, что нужно. И эффект от этого хайлайтера очень красивый, абсолютно не металлический, а именно такой здоровый увлажненный вид. Абсолютно беспроблемное средство, при этом светится безумно красиво, и можно наносить на любые участки, то есть далеко не только ограничиться скулами. Еще одно средство, которое вы мне множество раз советовали попробовать, это скульптор от Luxe Visage, который называется Ideal Sculpting. Я себе взяла тон 1, и выглядит он вот так вот, то есть это два матовых средства. С одной стороны это скульптор, а со второй стороны это светлая матовая корректирующая пудра. Я вам, кстати, недавно показывала вот эту вот палетку от Essence, она сделана по тому же принципу. Здесь тоже корректор и вот эта вот светлая сторона, и я там плевалась и говорила, зачем, зачем вот это вот было сделано. И мне, кстати, в комментариях кто-то написал, что вообще-то вот это вот средство придумано для того, чтобы растушевывать границы корректора. И я тоже сначала почитала, и так типа, мол, зачем это нужно, если корректор сам по себе хорошего качества, не нужно его там чем-то еще растушевывать. Но, вы знаете, я попробовала эту технику, и мне кажется, меня склонили на темную сторону. Теперь я не представляю, как сделать коррекцию лица без вот такой вот штуки. И особенно это классно работает вот здесь вот под скулой, потому что, когда наносишь корректор, здесь получается такая как размазанная, растушеванная, вернее, зона. И если ее подтереть, то вы делаете как бы бакенбарды такие, то есть жесткая линия получается под скулой. Тоже как бы не совсем то. А когда вы берете вот это немножко подтираете, но потом вот этой вот стороной подтушевываете заново, получается просто идеально. Что касается качества этого скульптора, он мне понравился. Первый оттенок тоже мне отлично подходит. Кто-то писал в комментариях, что третий оттенок у них самый холодный. Не знаю, возможно, я взяла себе первый оттенок. Меня он вполне устраивает. Я не могу сказать, что он теплый или какой-то сильно рыжий. Мне кажется, тоже как для корректирующего средства вполне нормальный у него оттенок. Ну и смотрите, сейчас будет происходить магия. Вот если посмотреть на мою скулу, ну как бы нормально сойдет. Для повседневного макияжа я бы, может быть, так и оставила, уже не морочила бы голову. Но в то же время, если я хочу сделать получше, вот я сейчас подотру границу. И она становится гораздо более жесткой, да. Но в то же время я не выхожу за пределы впадины своей скуловой. То есть вот здесь вот по-хорошему корректор и должен заканчиваться. И сейчас я беру вот эту светлую сторону и начинаю вот эту вот границу растушевывать. И вуаля! Скула идеально подчеркнута, но в то же время нет супер жесткой вот этой линии. В общем-то, на мой взгляд, однозначно вот это вот средство, это еще один супер хит люкс визаж. Карандаша для бровей от люкс визаж у меня нет, но я использовала свой абсолютный фаворит от Debalm. На мой взгляд, вот этот карандаш, который называется Ferocious, это самый лучший карандаш серо-коричневого оттенка, который вы только можете купить. Забудьте про Анастасии, Шманастасии. Вот это прям супер и еще и стоит дешевле. Но с бровями мы с вами еще не закончили, потому что от люкс визаж я взяла тонирующий гель для бровей. Называется он Brow Styler. Три в одном гель-корректор для бровей. Окрашивает, моделирует, фиксирует. Тон я взяла номер два. И со всеми утверждениями я здесь согласна. Действительно окрашивает, моделирует, фиксирует. Очень неплохой гель для бровей. Здесь такая немножечко более толстенькая щеточка, чем мне бы в идеале хотелось видеть. И, кстати, вот этот гель, когда на него смотришь, вот прям очень сильно мне напоминает. Мой текущий фаворит тоже от Art Deco Brow Filler. У них и цвет очень похож. Дайте я сейчас вот прям на них посмотрю. Ну да, Art Deco может быть даже чуть-чуть светлее. Этот чуть-чуть темнее. Но у них очень похожая консистенция. Это такая более, знаете, суховатая консистенция. И тоже в состав обоих этих средств входит ворс, который делает брови еще более такими пушистыми и распотрошенными. И последнее, что нам с вами осталось сделать, это оформить губы. Здесь у меня три продукта. Первое это карандаш для губ из серии Pin Up Ultra Matte. И я себе взяла оттенок номер 203. Это классический оттенок пыльной розы. Карандашу этому у меня абсолютно никаких претензий. Хорошо наносится, красиво выглядит, стойко держится, не течет в складочке. В общем-то, однозначно можно брать, если встретите оттенок, который вам нравится. А помадку я взяла не одну, а две. Первая это вот такая вот жидкая помада Glam Look Lip Cream Velvet. И оттенок я себе взяла 201 Bali. Это кремовая помада, а не матовая. Потому что, мне кажется, вот уже все настолько привыкли, что вот такой вот формат это только матовые помады. Но сейчас вот в таком формате можно встретить разные текстуры. И металлические, и матовые, и глянцевые, и виниловые, и какие угодно. Вот эта классическая кремовая помадка тоже очень комфортная, очень приятная. Если найдете оттенок, который вам нравится, вот берите, опять-таки, я уверена, не пожалеете. Пахнет тоже вкусненько, чем-то таким сладеньким каким-то десертом. Эта помада мне очень нравится, но вот эта помада мне понравилась еще больше. Эта помада из той же линейки Glam Look Lip Cream Velvet. Только, ну, это классическая, скажем так, помада. И оттенок здесь у меня 301. На мой взгляд, это просто чуть ли не идеальный нюд, который я просто обожаю. Вот я такие оттенки готова стереть просто до дырки, а потом, знаете, еще спичкой выковыривать остатки. Знаете, как раньше это делали наши мамы? Ну, по крайней мере, моя точно делала. Так вот, вот этот оттенок, и вообще, в принципе, эта помада, вот вполне может стать такой для меня. Luxe Visage. Я предлагаю назвать этот оттенок «Кремовое превосходство». Вот по-другому ее не опишешь. Мне настолько нравится этот оттенок, мне нравится текстура этой помады, мне нравится плотность покрытия этой помады. Короче говоря, давненько я не встречала настолько классную, вот такую вот классическую помаду, которой действительно хочется пользоваться каждый день. У меня косметика Luxe Visage уже несколько недель лежит на тестировании, и вот каждый раз я делаю макияж, вот рука прям сама тянется за этой помадой, мне хочется ее носить. Она при этом, кстати, достаточно стойко держится. Ну, конечно, там какие-то бургеры не переживет, ну, о чем речь, естественно. Но в то же время, если я просто нанесла, пошла там по каким-то своим делам, вот сидит на губах, при этом не сохнет, а постоянно губы такие как увлажненные, красивые, напитанные. И перед тем, как мы с вами попрощаемся, как я вам и обещала, у меня для вас небольшой сюрприз, а именно конкурс. Когда я оформляла заказ на эту косметику, не забыла и о вас, и закинула несколько средств дополнительно еще, и как мне показалось, я выбирала то, что потенциально будет самым крутым и самым классным. И мне кажется, я, в принципе, и угадала, потому что разыгрываю я сегодня сиси-крем, это оттенок номер один. Также я взяла для вас кремовые металлические тени, единственное, это оттенок номер четыре, это такая классическая бронза, очень красиво выглядит в тюбике этот оттенок, думаю, вам понравится. И также взяла еще вот эту кремовую помаду, единственное, другой оттенок, взяла 202 Ибица. Это тоже такой нюдовый красивый оттеночек, думаю, многим подойдет. В общем-то, если вы хотите принять участие в конкурсе на вот эти вот три продукта, все, что вам нужно сделать, это сейчас прогуляться в описании под видео, там будут описаны все условия конкурса, сразу скажу, там ничего сложного, поэтому выполняйте все эти условия и желаю вам победы. А у меня на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, поставьте ему палец вверх. Также, если вы впервые на моем канале и еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео, если вдруг вы их еще не смотрели, можете посмотреть, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.